Тема сегодняшней лекции это языковые структуры, используемые для разработки систем реального времени. Речь пойдет о типах данных, модулях и способах повторного использования. Пятиминутный обзор сессии. Это, наверное, все-таки мы пропустим. В общем, на этом слайде рассмотрены критерии того, насколько конкретный язык подходит под систему реального времени. То есть, например, что дает ассемблер по своей сути, какие критерии нужно использовать для разработки систем реального времени, какие начальные цели преследовал дизайн языка программирования АДА. Он сейчас используется, но используется он в определенных конторах, в НАСА, например, или для проектирования систем управления ядерными электростанциями. Какие элементы языков АДА, СИ и ДжАВА обеспечивают представление чисел с типа РИЛ? То есть, на всем не обязательно чисел в плавающей запятой. Это уже отдельная тема, но это будет в следующих слайдах. Какие специальные конструкции для поддержки реального времени мы можем, так сказать, выделить? И каким образом компилятору мы можем сообщить феномен понятия времени? Значит, большинство языков программирования, они имеют определенные конструкции для того, чтобы создавать комфортную с одной стороны и с другой стороны надежную среду для создания именно надежных программ, особенно в системах реального времени. Ну вот, первое, это такие элементы, это модульность, то есть, вскрытие информации. Второе, это раздельная компиляция, возможность создания абстрактных типов данных и создания производных типов данных из существующих, объектно-ориентированное программирование. Ну и само по себе, это вот один из очень важных аспектов, это возможность повторного использования уже ранее разработанного кода. То есть, как эти вопросы решаются в современных системах программирования, в том числе в системах программирования системы реального времени. Ну, какие у нас характеристики выделяются? Первоначально, то есть, какие требования к языкам? Это тот факт, что система реального времени большая и сложная, ну, например, ядерная электростанция. Это конкурентное управление системными компонентами, управление аппаратным обеспечением, должна быть возможность в языке каким-то образом реализована. Такие системы должны быть максимально надежные и безопасные. Включать в себя различные элементы, направленные на решение задач, на решение технических проблем, связанных с разработкой системы реального времени. Ну, и также результат, то есть, компилированный или какой-то там псевдокод должен выполняться достаточно эффективно. Ну, вот если вспомнить Вирта, да, то он давал вот такую формулу, что программы, по сути говоря, это алгоритмы и структуры данных. Вот. Но, однако, значит, в современной ситуации мы делим больше всего... То есть, когда Вирт разрабатывал язык программирования Паскаль, да, первоначально, тогда не было вообще понятия вот этих модулей. То есть, модули, они потом позже появились в объектном Паскале, там, модули, в Апероне, это вот его языки программирования. А сейчас, в принципе, любая, сколь, ну, даже не очень сложная система, она представляет собой, или собирается из модулей. Поэтому вот можно тут немножко перефразировать формулу. То есть, модули — это алгоритмы и структура данных. Ну, и дальнейшие слайды как раз будут направлены на то, чтобы вот эту парадигму или формулу каким-то образом интерпретировать, то есть представить, как в разных языках программирование реализуется. Ну, вы знаете, что существует два подхода. Первое — программирование. То есть, первое — это через абстрагирование. Значит, начиная с каких-то элементарных задач, потом постепенно мы можем, так скажем, наращивать функции реализации у нас существующего, и потом, в конце концов, сформировать уже готовую программную систему. То есть, такой подход называется проектирование программного обеспечения снизу вверх. У него есть некоторые преимущества. Вот, в частности, мы можем лениться в смысле детальной спецификации компонент системы. То есть, мы расстроя систему снизу вверх, то есть, от каких-то компетентных вещей к абстрактным, мы можем создавать компоненты, обладающие некоторыми абстрактными свойствами, а потом уже пытаться на верхних уровнях вот эти компоненты друг с другом связать, там, через адаптацию, например. Вот. Вот это основное свойство. Ну, также мы можем специфицировать, то есть, явным образом описывать какие-то существенные части, компоненты. Вот. Другой подход, я, например, предпочитаем и на этот подход, это подход сверху вниз, то есть, декомпозиция системы. То есть, мы систематически разбиваем нашу сложную систему на подсистемы, причем нужно делать это таким образом, ну, то есть, по слоям, то есть, не уходить, то есть, справа или слева, да, если это древидная какая-то конструкция представить на плоскости, то нужно делать так, чтобы вот эти вот постепенная специализация шла ровно, так скажем, ровными слоями, без каких-то перекосов. Вот. И это делается, да, ну, во-первых, можем сразу же, буквально там на первых трех шагах по уровням, выделить модульную структуру, и потом уже раздать отдельным разработчикам разработку те или иные модули. Да, на этом вот уровне мы как раз должны поделиться с интерфейсами. Обязательно, и с базовыми структурами данных. Ну, и делаем это до тех пор, пока каждая компонента будет изолирована и уже конкретно реализована. Ну, важный момент опять повторяю, да, то, что при декомпозиции желательно, чтобы декомпозиция шла по всем уровням равномерно. Тогда вероятность того, что придется проводить редизайн системы, будет намного меньше. А вот подход снизу-вверх как раз страдает такими проблемами. Значит, модули. Что такое модули? Это коллекция логически связанных объектов и операций. И тут возникает такой вопрос. Модуль, то есть некий функциональный блок в некоторой системе, то появляется задача скрыть часть информации о модуле, а именно, каким образом там его компонент реализованный. И в дело вступает такое свойство, как инкапсуляция. Значит, это методика изолирования таких вот, скажем так, системного уровня, от уровня реализации. То есть, что такое системный уровень? Это вот эти функциональные блоки в их взаимодействии, да. И вот для каждого функционального блока мы можем предоставить систему лишь, ну, как правило, ну, или в 95-х случаев, в процентах случаях мы предоставляем туда некий интерфейс, описывающий, как с каждым функциональным блоком другие функциональные блоки могут взаимодействовать. Ну, и понятно, что должны быть разработаны протоколы, то есть набор правил взаимодействия через эти интерфейсы. Ну вот, а как интерфейсы должны быть реализованы таким образом, чтобы реализация конкретно самих модулей была независима друг от друга, ну, то есть от других модулей. И вот тут как раз вот эта вот инкапсуляция, это вот один из таких подходов в создании такой системы. И вот она позволяет скрывать часть информации, а именно реализацию, позволяет создавать раздельно компилируемые модули, ну, и поддерживать абстрактные типы данных. Вот. Зачем, собственно, нам требуется разбивать модули на модули систему? И вот автор презентации говорит, что, в принципе, любое, любой процесс проектирования программного обеспечения, вот именно разбитие на модули, это вот одна из основных задач. Ну, по сути говоря, это системный анализ, да. Это математическое направление, направленное на представление моделей сложных систем в виде... сложных объектов в виде систем, и потом модификация структуры этих систем, направленная на улучшение свойств этих объектов, или там адаптация к каким-то определенным требованиям. Скрытие информации. Значит, модуль, модульная структура поддерживает вот эту ограниченную доступность информации, которая скрыта внутри тела. Вот это он модуля, но я больше об этом сказал. Можно... То есть, между модулями можно независимо друг от друга указывать, каким образом он там будет реализован. Вот. В идеале появляется возможность даже скомпилировать спецификацию без знания... Ну, спецификацию в смысле вот этого интерфейса модуля. Без знания того, как он там будет реализован. И в модуле типично это не является такими объектами языка, подвергаемыми какой-то обработке. Ну, вы знаете, в функциональном языке есть такое понятие, что в большинстве функциональных языков функции являются first-class объектами. То есть, над ними можно выполнять какие-то манипуляции. То есть, композировать другие функции, делать из них при помощи керринга специальный вариант функции. Ну, в модуле, как правило, не являются такими объектами. Ну, чтобы увеличивать надежность, естественно. Хотя, вообще говоря, программировать на уровне... На уровне второго порядка, да? В том числе функционального, достаточно проблематично. То есть, надо уметь это делать. Вот как делается в языке программирования ада скрытые сокрытие информации. Вот. У каждого пакета, да, то есть, там есть понятие не модуля, а пакета, есть часть, которая открытая, типа как интерфейсная часть, и часть, которая скрыта. Между модулями есть формальное взаимоотношение. То есть, модуль, подмодуль, или там, модуль, расширяющий другой модуль, или дочерний модуль. И ошибки вылавливаются во время компилирования. Значит, у Java есть тоже некоторая концепция пакета. Пакетом является папка, ну, или директорий, в котором находятся взаимодействующие, ну, или относящиеся к этому пакету классы. И в языке нет специальных синтаксических конструкций, которые представляют спецификацию вот этого тела пакета. Ну, то есть, вы знаете, Java модуль состоит там из описания, собственно, заголовка пакета, используемый в других пакетах. Потом идут уже конкретные элементы, то есть, классы. И вот нельзя выделить среди классов какие-то скрытые классы, там, открытые классы, явным образом. То есть, есть там имплицитные такие конструкции. То есть, классы, созданные внутри одного, рядом с другим, с центральным классом внутри модуля, да, они являются приватными. Чтобы добавить класс к папке, да, ну, или к пакету, нужно просто поместить с определенным именем, совпадающим или соответствующим имени класса, новый файл в папку пакета. Значит, C. Вот. Вот, язык C, он в 70-е годы был разработан для создания и разработки операционной системы Unix. Вот. И там, вообще говоря, нет формализованной модульной системы. И модуль, модулем подразумевается некоторый .votm или .optifile, и для него, или он генерируется из тела, да, модуля. Это, как правило, программа на языке C, ну, или модуль текстовый на языке C. Ну, и также есть файл .h, который в себе содержит спецификации интерфейса к этому модулю в виде набора функций, реализующих внутри тела этого модуля. На самом деле, вот, их логическая структура, то есть, то ли там содержится в заголовочном файле, что содержится в C, вообще говоря, компилятору не важно. То есть, мы можем в одном заголовочном файле сделать, скажем, импортировать другие заголовочные файлы, или, там, содержать только часть спецификаций, либо спецификации для всех C-шных модулей и внутри, там, некоторого подраздела проекта. В общем, здесь дело, как раз, в организации, то есть, как это будет все организовано, зависит от того, как спроектировал программист. Да, и вот, собственно, я об этом говорю, что нет формальных взаимоотношений, каких-то там, и, так скажем, ошибки, наличие той или иной функции в модуле, и они ищутся, могут быть выявлены только в момент связывания, а не в момент компиляции. Кто на C-программировал, знает, что там две фазы, есть фаза компиляции модуля, например, запускаемых модуль хотите сделать, да, из нескольких модулей, то есть, сначала последовательный C-шный модуль компилируется в объектное, а потом сборщикам собирается. Вот, если какая-то функция не будет найдена среди реализованных модулей или библиотечных модулей, модулей в библиотеке, да, то выдается ошибка. Модул, модул not found. Значит, раздельная компиляция, это, ну, реализуется желание программистов, собственно, разбивать на модули вашу программу, то есть, это инструмент для создания такого способа сборки проекта. Позволяет программистам концентрироваться на текущем модуле, тем не менее, вся основная конструкция, ну, или хотя бы часть, может быть представлена в виде программы. И вот, в принципе, каждый модуль в отдельности можно, например, для него написать под программу специальное тестирование, отдельно для него также можно проверять логическую непротиворечивость внутри программы за счет спецификации модулей. Ну, и также это сохраняет некоторые ресурсы, например, если вы раздельную компиляцию для языка C используете, то при изменении одного модуля C-шного вам не обязательно компилировать остальные модули. Ну, если вы заголовочный файл поменяли, да, то есть от него зависят другие C-шные модули, ну, тогда вам придется компилировать все C-шные модули. Ну, и также можно создавать библиотеки, вот, то есть это библиотеки, это архив объектных модуль, если мы язык C берем, да, вот, и эти загрузчик, в смысле сборщик LD, да, ну, если мы Linux используем, например, то загрузчик, он умеет в этих .a файлах, архивах, вытаскивать оттуда объектные файлы и собирать из них приложения, причем только те, которые необходимы. Раздельная компиляция в AD, в AD, значит, она тоже присутствует, используется спецификация модулей, также тело смотрится как отдельная часть библиотеки, то есть мы, скажем, в Delphi, да, вот есть такое представление модулей, то есть одна часть, это типа как заголовочный файл, да, но это скомпилированный заголовок, а есть отдельная часть, в котором содержится уже тело, и, соответственно, если мы тело перепрограммировали, да, то заголовок нам не надо, и не трогали заголовок, то заголовок нам не надо перекомпилировать. Также AD поддерживает программирование сверху вниз и позволяет создавать внутри тел такие заглушки. Ну, я сам не программировал в AD, единственной программой, которая использована на AD я пользовался, к сожалению, почему-то сейчас я не могу найти в дистрибутивах, называется GVD, это отладчик визуальный, он немного более проще, чем GVD, но им удобнее пользоваться, потому что у него такой более-менее современный интерфейс был, но сейчас, к сожалению, почему-то я его не вижу, исходного кода его найти не могу, вот, C, значит, раздельная компиляция, она обращает внимание на заголовочный файл, ну, это я уже про это говорил. Значит, типы данных в AD. Значит, в AD очень сложная система создания типов, вот, и она позволяет программам манипулировать абстрактными объектами, из их, значит, тел может увеличивать надежность, ну, робастность, есть отдельный термин, я про него говорил уже, во время компилирования, собственно, проверка типов, и позволяет пользователю определять, создавать дополнительные типы и операции к ним, то есть они с точки зрения объектно-ориентированного программирования, да, вот, если кто язык Rust знает, то он ближе к CAD, чем, скажем, Java, да, по своим концептам, по своим способам реализации объектно-ориентированного программирования, то есть отдельные структуры данных, отдельно пишутся к ним методы, потом это все компилятором объединяется при помощи специальных синтаксических расширений, ну, или синтаксических конструкций, представляется в виде объектов с известным, там, способом указания, там, через точку выбора метода, то есть некоторые переменные, содержащие в себе экземпляр класса точка метод. Ну, и есть определенные конструкции, которые отличаются от объектов ориентированного программирования, ну, то есть представьте себе, УП, да, только ограниченной энкапсуляцией, вот это в АДИ называется абстрактным типом данных. Вообще, если вот внимательно посмотреть на определение объектов, иногда вот их называют абстрактными типами данных, но в данном случае это, скажем так, некие неполноценные еще объекты, и модуль определяет тип, как операция над этим типом. Ну, это из информатики нам известно. Значит, также позволяет, тут опять повторение дойдет, позволяет скрывать его реализацию от спецификации. Значит, получается некоторое усложнение, что во время, ну, вот эти две строки, они говорят о том, что во время компиляции, если у нас раздельно компилируются заголовки и тело, компилятору необходимо, вообще говоря, знать размер типов данных. Но в большинстве, ну, в большинстве приемов программирования обычно ориентируется не на саму структуру данных, да, не на ее содержимое, а на некоторый посредник к этой структуре, а именно указатель. Поэтому вот в языке C, например, параметры, скажем, структур можем передать, это чаще всего делается через указатели. Вот, а указатели, они имеют, вообще говоря, одинаковый размер, то есть для всех структур данных. Это, по сути говоря, адрес, например, первого байта этой самой структуры. Ну, вот все это, это реализуется при помощи указателей. В Java это передача посылки. Ну, а в Adi есть специальный тип private, да, через который как раз устанавливается способ передачи автоматом в параметр ссылки на тип. Ну, там дальше будут примеры. Ну, вот, дальше в этом, вот, в этой презентации будет рассматриваться пример создания абстрактного типа данных средствами того или иного языка для очереди. То есть очередь у нас можно создать, проверить, является она пустой, добавить какой-то элемент в очередь и удалить элемент в очередь. Значит, в языке, да, он не содержит специальные конструкции типа класс изначально, ну, по крайней мере, стандарт 95-й. То есть есть структура данных определенная, да, и набор к нему, там, процедуры, функции. Вот, если они определенным образом представлены, да, вот, например, create, да, у нас создает очередь, да, и вот при этом у нас вот эта переменная Q, да, является типом limited private, то есть private это ссылка на какую-то самую структуру, а limited означает, что, там вот сейчас дальше я прочитаю, то есть limited private означает, что под программой определенные в этом пакеты могут использовать этот тип. То есть эта структура, то есть вот эта очередь, она видна только в подмодулях использующих и реализующих вот этот вот пакет непосредственно. А если бдпл просто private, да, то она, вот эта структура могла бы иметь область видимости только вот внутри вот этого текста. Вот такой интересный язык программирования. Ну, в общем, вот к нему есть четыре процедуры, которые модифицируют состояние нашей очереди. И вот видите, первый параметр, он находится как раз тот самый Q, очередь. Вот в Rust примерно так же, сейчас реализуюсь, но такой современный язык программирования. Вот, а это начинается уже, так скажем, закрытая часть модуля. Значит, здесь опять же определяется тип QNode. Вот, есть указатель на этот QNode. Вот, то есть это другой способ указатель определить. Здесь мы через private делаем, а здесь вот через то, что это access. И сама структура, что у нас есть содержимое, какой-то идентификатор процесса, ну и указатель на следующий, вот, следующий узел. То есть мы тут строим однонаправленный способ, список. Ну а Q, вот этот вот, да, изначально, это тоже структура, record. У него есть указатель на первый элемент и на последний элемент. Вот, ну и видим тут навороты языка ADO. То есть если мы пишем end для какой-то конструкции, мы должны писать end, какой конструкции мы имеем в виду. Здесь проверяется человек. Ну и аналогично для модуля. То есть нужно было определённый модуль, пакет, да, декларированный. Вот, мы должны написать, что это конец конкретного пакета. Ну, таким образом достигается двойная проверка человеческого фактора. Скажем так, структура в языке C. Значит, типичная конструкция, я её тоже часто использую при создании структур данных. То есть первым делом создаём указатель явным образом. То есть определяем. Определяем указатель на структуру. Точнее, это вот эта вот часть, да. Который будет называться QPTRT. Вот так вот, QPTRT. Это неправильно немножко отрисовано. Ну, или организовано. И вот, значит, её можно создать. Ведь язык C у нас типа функциональный. Вот. Поэтому мы возвращаем как результат выполнения функции. и уже можем проверить, пустая она или нет. Передавая указатель на нашу очередь. Также можно вставить элемент, очередь и элемент, и удалить элемент. Тут вот по ссылке почему-то сделано. А здесь элемент передаётся байтами, да, непосредственно. Ну, и вот это вот есть заголовочный файл в языке C. Он содержит полную спецификацию всех функций, меняющее состояние структуры. Так. Объектно-ориентированное программирование. То есть для одной, одних, значит, этих абстрактных типов данных нам недостаточно, чтобы реализовать объектно-ориентированное программирование. В OOP, как правило, у нас присутствует наследование, то есть способы сделать из одного типа в другой. Ну, какой-то другой вывести. Drying называется. Также у нас присутствует Dispatching, то есть определение, какой конкретно вариант метода будет запускаться во время исполнения. При помощи этого механизма реализуется полиморфизм. Там динамическая инициализация типа, ну, то есть конструкторы. И динамическое разрушение типа, финализация. Файнализация. Нет такого слова вообще-то в русском языке. Вот это деструкторы. Значит, ADA 95 поддерживает вот эти вот, скажем так, свойства типов при помощи так называемых тегированных типов. Значит, ADA разрабатывался в 80-е годы. И в это же время как раз и разрабатывались языки объектно-ориентированного программирования. Типа там объектного Паскаля и Strauss-Trupp C++ разрабатывал. То есть процессор параллельно. Так вот, ADA, она такая более похожая на модулу. То есть когда модул Вирт изобрел, еще для нас привычного синтаксиса OOP не существовало. Уже существовали там языки типа Smalltalk, Simula67. Но у них еще вот процесс, так скажем, синтаксиса подвергался некоторым изменениям. И программирование в стиле классов. Кстати, там в слайдах вот этого я что-то не нашел. Ну ладно. Java поддерживает TWP. Она изначально, этот объектно-ориентированное программирование, позируется на иерархии наследования классов. Еще есть отдельная иерархия наследования прототипов. Вы знаете, там типичный представитель JavaScript. Вот, значит, в ADA есть механизм расширения типа. Это помеченные типы, тегированные типы. И динамический полиморфизм. Вот эти классные типы. Вот примеры, да. То есть обычный тип, например, запись, да, формируется. Type такой-то является записью. Здесь у нас идут поля. И пишем EndRecord. На тегированный тип еще добавляется ключевое слово Tagged. Мы к ним пишем методы. Ну, как в предыдущем примере. То есть вот некоторая операция 1. Над экземпляром типа EA. Операция 2. Вот. И создаем новый тип EA1. Он является новым вариантом EA. с дополнениями, да, своими, то есть. То есть та структура, которая была в типе EA, она дополняется еще вот этой конструкцией. Ну и теперь пишем операторы, то есть второй, третий. Уже для экземпляра, являющимся экземпляром типа EA1, который делал с оператором 3. Можем создать еще один тип, например, EA2, как расширение EA1 с какими-то дополнительными парами. EA3, ну и так далее. EA4 из EA3. И в результате получится вот такая вот иерархия. Ну она знакомая, в принципе, объектно-ориентированного программирования. И вот это вот сообщество с корневым классом EA называется EA-класс. Ну вот штрих, там в предыдущих лекциях должно быть это так называемые квалификаторы, по-моему. То есть они над классом или экземпляром могут выполнять унарную операцию, возвращающую какой-то результат. Например, если у нас был enum, какой-то enumeration, то для текущего значения enum мы можем взять следующий элемент. Пишем название переменной, штрих, next, по-моему, или prev, все предыдущие. Это такие синтаксические элементы ADA. Но они сейчас нам не знакомы. Но ADA у него есть определенный стандарт, поэтому на нем пишут надежное программное обеспечение. Класс white программирование позволяет манипулировать наборами типов families of type. А, ну это имеется в виду, что когда мы указываем, что есть некий класс P. Да, то есть не просто конкретный класс, а некий класс в иерархии. В иерархии с корнем coordinates. И для него можно указать, что можно выполнить операцию plot. Generic plot. Он вызывает конкретный плот конкретного класса. В этом месте и происходит Dispatching. То есть выявление адреса конкретного метода, который нужно запустить. Достоинства, удобство, абстракция. Недостаток именно процесса Dispatching в том, что у нас нет предсказуемости. То есть здесь, если то, какой у нас экземпляр попадет, будет та или иная реакция программы на вызов этого плота. То есть если мы систему реального времени рассматриваем, то нам тут очень трудно будет предсказывать, какое количество операций будет выполнено в том же самом Generic plot. То есть мы не сможем здесь очень просто вот этот фактор исследовать. Это, естественно, усложняет разработку систем реального времени. Но, с другой стороны, для систем объектно-ориентированного программирования, то есть полиморфизм, это очень удачная такая концепция. Дочерние пакеты. Значит, в Аде, значит, если какой-то пакет меняется, родительский, то все клиентские пакеты, то есть те, которые реализуют свои функции на основе этого пакета, а также пакеты, которые, ну по факту это то же самое, да, то есть части самой реализации самого вот этой системы пакетов, то есть под пакет и пакетов, их нужно будет инкрементально перекомпилировать. Ну и второй процесс к типам данным приватным могут быть только внутри тел. Соответственно, расширение приватных тегированных типов требует дальнейшего развития синтаксиса языка. Вот для этого придумали такое понятие, как дочерние пакеты Child Packages. Они содержат в себе только информацию о расширении дочерних типов, и, соответственно, можно компилятор настроить таким образом, чтобы он компилировал только самое необходимое, с учетом вот этого иерархии наследования. Вот дочерний пример дочернего пакета. Например, пакет у нас класс, который координаты задает. Он задает тип тегированный приватный тип coordinates. Вот, значит, для него есть plot, установка x, y, ну и, соответственно, реализация есть. И потом идет некоторое расширение этого пакета, то есть в дочернем пакете. Вот, называется пакет coordinate class 3D. Для этого создается, то есть внутри него создается новый тип 3D, как новый вариант координат. Он также локально-приватный. Для него создается новые операторы, новая реализация операторов. Но при этом создается новый plot. Да, но видите, потому что здесь у нас Z еще добавляется. А, ну это понятно, это в стиле Simula67. То есть видите там, здесь у нас Z устанавливал X. А, GtX, GtY, GtZ. Ну да, дополнение действительно. То есть предыдущие, это для X и для Y, они уже реализованы, унаследованы. Правильно. А то просто хотел здесь найти вариант запуска унаследованного какого-то метода, но это не тот вариант. Управляемые типы позволяют определять под программой, которая автоматически запускается в случае, если с объектом происходят какие-то манипуляции. Ну, это как раз вариант реализации конструкторов, деструкторов. А также во время присвоения некоторому значению можно выполнить настройку. Ну, это некоторый прототип или какой вариант реализации property, свойств. Вот, в общем, как вот они реализуются. Для этого нужно типы, чтобы вынаследовались от типа Controlled. Вот, это... Там, значит, есть предопределенный тип. Из библиотечной, в том числе Adafinalization. И определяется процедурой Initialize, Finalize и Adjust. Значит, если некоторый тип наследуется и сконтролит, эти процедуры должны быть переописаны. Ну, это что-то вроде интерфейса, да, получается. Только реализованное при помощи специального типа данных. Такие-то часто-часно достаточно используются. Скажем, в языке Python есть такая штука, зубкомпонент архитектуры. Не в самом языке, а в номер пакетов, который позволяет компонентно разрабатывать сложные программные системы. Объектно-ориентированное программирование и Java. Ну, вспомним, что объектно-ориентированные элементы могут базироваться на расширении типов, такое в Абероне или в Аде сделано, либо при помощи наследования классов, как это сделано в языке Java. И каждый класс в себе инкапсулирует, во-первых, данные. То есть, вот в Аде, получается, мы отдельные структуры, да, задаем, и потом задаем процедуры определенного формата, которые, в конечном счете, рассматриваются как методы. А в ОП языках это, как правило, да, уже встраивается в одну структуру, типа класс. Хотя сейчас такая тенденция идет по отхождению от такого принципа, например, язык программирования, опять же, Rust и Julia. Можно посмотреть. Значит, кроме данных, внутрь класса инкапсулируется и операция над этими данными. Вот, вот, методы, в том числе, конструктор, деструктор, можно операторы где-то вставлять, как, например, языки C++. И каждый класс может ассоциироваться с некоторым пакетом. Классы могут быть локальными относительно пакета, да, либо видимым другим пакетом. Вот, и таким образом, то есть это делается при помощи специального ключевого слова public. Также классы могут иметь модификаторы абстрактные, то есть от них нельзя создавать экземпляры конкретные. Final от них нельзя создавать дочерние классы. Ну, и также то же самое можно такие же атрибуты дать и для методам и полям, да, то есть, соответственно, есть там public, protected, private, final в том числе. Ну, например, реализация очереди на языке Java. То есть вот некоторый пакет импортируется. В нем находится элемент. То есть элемент в этой очереди, это отдельный класс, поэтому в отдельном файле лежит, согласно традиции Java. Точнее, спецификации. Вот, создаем пакет queues, очереди. В нем создаем класс queuenote, он будет локальный, то есть по умолчанию private, да. Можно здесь слово private, что написать. В нем есть два элемента, то есть данные и следующий элемент. То есть он снаружи не виден. Вот. А класс, который снаружи виден, называется очередь. Почему он виден? Потому что он public-класс. В нем есть приватный, значит, два поля front и back. Instance variable, то есть это переменные экземпляры. Переменные классы делаются путем добавления сюда слова static. И они разделяются между экземплярами. Вот, конструктор. Здесь создает два пустых указателя. И что у нас тут есть? Методы, да. Это публичный метод, ничего не возвращающий. Вставить какой-то элемент. Вот его реализация, которая скрыта, естественно. Есть метод remove, удаляет элемент. Ну и проверка, соответственно, на пустоту. То есть есть ли какие-то элементы там или нет. Наследование ВАДа достигается путем вывода. Ну от слова так переводится. Выводом одного класса и другого. Поддерживает наследование одного класса только одним классом. Ну это не множество наследования. Но при помощи множественного, то есть множество наследования можно реализовать при помощи интерфейсов. Это вот главное, кстати, что джава разработчики сделали. Главное отличие, что ли, джава от мера тоже C++. Ну там еще, понятно, виртуальная машина, сборщик мусора. Ну, по крайней мере, жизнь программистов в некоторой степени была упрощена. Создание, ну вот пример наследования. Ну, я не знаю, нужно ли сильно на этом останавливаться. То есть локальные поля, конструктор, видимый метод set, getX, getY и plot. Они по умолчанию являются виртуальными методами в чаве, в отличии от C++. И эти все методы являются паблик методами, то есть их можно запускать из других классов. Вот, если мы хотим расширить двухмерную систему координат до трехмерной, там просто производит наследование. Создаем при этом паблик класс. Вот у него добавляется поле. Создаем новый конструктор, который вызывает унаследованный конструктор при помощи ключевого слова SUPER и передачи первых двух параметров в этот самый унаследованный конструктор. Аналогично реализуется вот этот set. Здесь тот set, который был предыдущий, двумерный, он только две координаты устанавливал. Вот тут нам нужно три координаты. Ну и через вызов унаследованного сета мы можем установить первые две координаты соответственно. Вот. И в отличие от A, все запуски метода являются диспетчеризируемыми. То есть опять же у нас появляется некоторая непредсказуемость в связи с этим. Вот, например, у нас есть переменная A, типа координатная, двумерная координата, мы у него запускаем двухкоординатный plot. Если мы A присваиваем B, типа три координаты, ну трехмерные, да, то запуская A plot, на самом деле мы запускаем plot из класса 3Dimension, а не coordinate. Ну и в Java все классы являются неявными подклассами object и наследуют много специализированных методов. Это вы все сами знаете. Повторное использование кода. Вообще-то разработка программного обеспечения это очень деньгозатратный бизнес или материально затратный бизнес. И цены эти все постоянно растут. И также мы все прекрасно знаем, что типичная традиция для программистов все начинать делать заново. В этом смысле есть рациональное зерно. Связано с тем, что инженерия программного обеспечения, она намного более гибкая, чем, скажем, разработка нового автомобиля, да, и менее стандартизирована, но там нет таких вот жестких прямо стандартов к тому, как мы разрабатываем программное обеспечение. Поэтому мы можем себе позволить с самого с нуля начинать разработку. системы. А аппаратное обеспечение, да, как правило, не позволяет себе такой роскоши. Всегда отталкивается от каких-то предыдущих уже разработанных конструкций. Вот. И вопрос повторного использования кода является достаточно актуальным и представляет собой некоторое такое приключение. Это даже специальное слово. Quest написано. то есть уметь повторно использовать уже существующий код. Это один из навыков разработчика, программиста, которое нужно постоянно совершенствовать. в нем два основных направления. Это разрабатывать модули, которые вероятность которых на повторное использование будет высока. Это раз. А во-вторых, при разработке уже конкретного приложения нужно уметь правильно использовать существующие модули, в том числе свои, там, или какие-то библиотечные. Ну и главная проблема здесь это в языках строгой типизации. Ну, она очевидна, да. То есть если мы там что-то где-то меняем в модулях, да, то возникают проблемы в перекомпилировании. Да даже в языках не строгой типизации такие проблемы возникают, но всем известно, что при сборке уже для проекта для заказчика нужно строго зафиксировать версии конкретных пакетов, чтобы мы могли тиражировать уже готовое функционирующее решение без головной боли того, что там в каком-то новом новой реализации какой-то метод будет работать немного не так, как это было раньше. что вот интерфейс в java это как раз один из способов увеличивать увеличить повторное использование коде кода в айде есть тоже конструкции, которые называются дженериками также интерфейсы да интерфейсы реализуют представляет собой соглашение о том, как некоторый класс будет реализовывать какие функции этот класс будет реализовывать и какие константы уже будут заданы на уровне интерфейсов можно задавать предварительно да еще до того, как мы реализовали классы некоторые между ними взаимоотношения ну в частности иерархию интерфейсов можно создавать по умолчанию интерфейс можно понимать как некий класс представляющий собой абстрактный класс то есть никакие невозможно создавать от него экземпляры вот но классом разрешается реализовывать интерфейсы и объект который реализует интерфейс может в методе указывать переменные типа вот этого интерфейса тогда в эту переменную можно подставлять любые классы которые реализуют этот интерфейс то есть это очень значительно расширяет возможность повторного использования да ну пример интерфейса что-то имеющее порядок и для этого интерфейса задается над элементными экземплярами этого интерфейса или экземпляром классов реализующих этот интерфейс метод меньше чем то есть сравнивается экземпляр this с вот этим вот о ну и реализацию можно сделать конкретно например на комплексных числах то есть создается класс complex number и в дом реализуется интерфейс ordered значит комплексное число состоит из двух частей и значит можно сравнить сравнить друг с другом вот таким способом другой пример а это продолжение примера собственно здесь конструктор определяется взятие реальной части и мнимой комплексного числа ну а ты соответственно мы можем сортировать теперь любые наборы ну или массивы какие-то экземпляров классов реализующих интерфейс ordered и и таким образом мы можем ну да один общий подход и он нам позволяет реализовывать упорядовочивание в принципе для любых таких вот списков но при этом понятно что скажем python более гибкий получается но java она все-таки имеет строгие строго типизированные типы то есть на этапе компиляции мы можем уже предварительно проверить правильно ли наша программа или нет в каком-то аспекте хотя бы но нахождение наименьшего числа вот и ну это пример как сформировать такой массив и как его сортировать ну и того что у нас получается что модули позволяет нам скрывать часть информации реализовывать раздельную компиляцию создавать абстрактные типы данных ада и си имеют статическую модульную структуру и си вообще говоря он поддерживает модульную структуру на том уровне на котором ее понимает программист непосредственно ну или как там в проекте договорились люди можно так или иначе ее то есть реализовать можно разными способами java у нее значит динамическая структура основанная на классах значит в аде в java классы ну или классоподобные структуры это явным образом определяемые спецификации которые действуют как интерфейс между модулями ну в принципе это понятно то есть набор типов данных процедур и там если берем java да то набор классов внутри пакета это вот есть его внешняя интерфейс взаимодействия с модулем значит раздельная компиляция позволяет создавать библиотеки ну java это jar в c это лип там или точка ну и в аде там свои библиотеки есть которые можно предкомпилировать и можно даже предсвязать ну то есть какие-то части можно уже объединить в один какой-то объектный модуль обычно так не делать потому что операция связывания она и сильно затратная по времени по сравнению с компилированием значит модульная система позволяет декомпозировать сложные программы на модули и в этом состоит сама суть проектирования программного обеспечения на верхнем уровне в большом тут переводится использование абстрактных типов данных в объектно-ориентированном программировании создает ну да то есть использование объектно-ориентированного программирования само по себе является реализацией модульной или субмодульной системы и разбиванием сложные системы на вот эти вот подсистемы то есть декомпозиционное программирование объектно-ориентированное само по себе реализуется значит строгая типизация она вообще говоря всегда практически желательно в системах реального времени потому что она обеспечивает отказоустойчивость в какой-то степени но она некоторым образом усложняет процесс использования повторного java предоставляет интерфейс то есть механизм интерфейсов чтобы с этой проблемой справиться да но в аде есть эти вот дженерики которые мы здесь не рассматривали но это структуры аналогичные тем что мы прошли поэтому я лекцию заканчиваю спасибо за внимание всего доброго всего доброго